МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все говорят о выборах в США. Мол, это страна, которая делает погоду. Но прежде чем рукоплескать заморскому климату, давайте оценим плюсы своего родного. О главном, первом и смыслах. Политика без галстуков и купюр пустовой на СТВ. Америка выбрала Трампа. Америка выбрала Беларусь в лице Трампа. Большинство американцев все-таки хотят того, что у нас с вами есть. Мира, своей экономики и традиционного уклада жизни. Новоизбранный президент США обещает оставить только два пола, мужской и женской. И проблемы для учителей, которые навязывали детям ЛГБТ-идеологию, и для врачей, которые осуществляли гендерные операции. Я же вам говорил, президентом не становится. Президентом рождаются. У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как президенту. Их много. Может быть одно, два, а может быть и все. Поэтому это очень важно. Что-то у Трампа есть. Не все, но есть. Помните, что до выборов сказал, чернокожего Америка готова избрать. Был у нас, там был чернокожий президент. Женщину президентом Америка, наверное, не готова еще избирать. И я вот думаю, оцениваю, не знаю только, зачем это мне, оцениваю их выборы. И думаю, ну в чем же причина? Виновата демократическая партия и Байден. Они это понимали. И не надо было подставлять Камалу. Сейчас будем смотреть, как он будет выполнять свои обещания. Ну в Америке это просто. Пообещать и не выполнить это везде сейчас. Но у них тем более. Но он все-таки опытный уже человек. Бульдозер этот. Он упрется и... Только чтоб хуже не было всему миру. Потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях политики, в том числе. Чтобы не понесло. У Дональда это есть. Его может понести. Вдумайтесь, американцы требуют не социальных льгот или бесплатной медицины, как у нас. Американцы требуют сохранить свою природную самоидентичность. Самая распиаренная и продвинутая демократия в мире все-таки нуждается в опоре на мужское плечо, а не на женскую лоббильность. Снимать кино про амазонок-трансгендеров – одно. Но реальность – это другое. Ну, во-первых, главнокомандующая – это тяжелейшая работа. Не надо грузить так женщины. У нас не церемониальная эта должность. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть. Она же домой приходит, ладно, ты одиночка пришел, поел, не поел, что с ним. А у женщины и дети, и мужику надо что-то приготовить. Поэтому нет, нет, женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. И пока в Белоруссии, ну, есть женские президенты, и пусть будут мужики. Зачем женщин обременять этим? Не надо уже перекладывать наши обязанности на женщин. Не, нисколько не унижая. Я преклоняюсь перед женщинами, поэтому нисколько их не принижая роль. Ну, они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает. Политическое ретроградство? Нет. Прагматичный подход. Никто не говорит кирхе, киндер, кюхе. Вопрос в уважении к прекрасной половине. Пускай уже лучше белорусских грузят свои плечи в спортзалах, чем нагружают ответственностью за жизни миллионов и будущей страны. Сейчас в мировой политике не время чайных церемоний. И разговоров по душам. Сейчас время толкаться локтями. Турбулентное время выбирает тяжеловесов от политики и смелых каризматичных личностей. Это понимают американцы, это понимают белорусы. Это приняли и экс-кандидаты в президенты, которые сошли с предвыборной гонки. Конкретика и четкая неизменная стратегическая позиция. Вот такой политический бэкграунд Лукашенко. Постоянство отражают даже результаты социологического исследования. Факторы устойчивого развития, проведенные аналитическим центром ЭКОМ. Полторы тысячи белорусов ответили на вопрос, в какой степени вы доверяете президенту Республики Беларусь. Это были люди разных возрастов, профессий, мужчины и женщины, горожане и сельчане. В итоге доверяют 80,4 опрошенных. А среди тех социологических, всегда альтернативных 20%, каждый третий затруднился с выбором. Колеблется. У нас идет формирование международных стандартов. Это и организация выборов, и наблюдение за выборами, и обмен лучшими практиками защиты электрального сференитета. И такие органы, как консультативный совет председателей избирательных комиссий стран СНГ, позволяют на основе обмена опытом формировать свои стандарты. Предстоящие выборы президента можно назвать завершением очередного политического реформирования. В начале 90-х было не до плюрализма. Взрослые думали, чем прокормить семью. Молодежи было страшно гулять по вечерам, а у детей не было будущего. А, да, нам назидательно советовали, как поступать с предприятиями и землей. Ну, в Европе так же? Да, вот так. Евродемократия с запашком получается. Кризис понимания между фермерами и функционерами ЕС. Доигрались в демократию и долетались, отрываясь от интересов обычных европейцев. Не хочу характеризовать их, это нехорошо. Ну, правда, сегодня американцы начали уже Шольца о него ноги вытирать. Что это там политический легковес. Спасибо, я не хочу так говорить. Это сын своего народа. Что немцы заслужили, кого избрали, теперь пусть и работают с ним. Ну, нет вот людей. Все пиарятся, а принять решение и действовать нет. Но они придут к этому. Появятся Деголи, появятся. Сейчас таких нет. Все дрожат. А чего дрожать? Дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром, все это, и авиа уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того, чтобы быть вместе. Мы, кстати, стоим на пороге создания союзного самолета, а свой автомобиль теперь на каждом шагу. Причем, будь то председатель райисполкома или строитель, этот автомобиль всех объединил. Народный. Мечта президента. Выбор международной стратегии поведения, это был высший пилотаж Лукашенко. Но при всей этой глобальной политике, глава государства не оторвался от земных насущных проблем. Он живет тем, чем живет обычная белорусская семья. Чтобы со своей земли кормиться своим хлебом. Это было мечтой, гением нашей национальной мысли. Обыденностью сделал наш президент. Поэтому те же дожинки, это не только показатели, это еще и смыслы. И экономика. Белорусское продовольствие и без агрессивной рекламы разлетаются с полок. Только государственное крупнотоварное производство могут накормить страну и приносить экспортную прибыль. У нас же нет углеводородов, чтобы заткнуть санкционные бреши. У нас нет огромных территорий и миллиарда белорусов. Но у нас есть мировой авторитет. Снова глобальное большинство, снова в кадре Лукашенко. Успеха добиться сложно. Повторить его еще сложнее. У нашего президента это получилось. У Баку, Дубай. Краткость признак таланта, честность характера. После аплодисментов коллег был еще шлейф журналистов. Интервью на ногах и двухсторонних переговоров. Достаточно сказать, что сегодня, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Встает вопрос. Так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Беларусь действительно снова зазвучала. Сложно бороться с причинами изменения климата, когда первые лица основных стран, виновников, прогуляли саммит. Зато свои дивиденды от поездки мы получили. Любые поездки, любые саммиты наш президент использует не для фотографирования, а для налаживания двухсторонних контактов на высшем уровне. Глобальную политику капитализировать в экономические дивиденды у Александра Лукашенко получилось и на этом саммите. Вместо месяца подготовки встретились и обсудили дальнейшее сотрудничество с другом и коллегой Ильхамом Алиевым, хозяином бакинского саммита, президентом Зимбабве Эмерсоном Мангагвой, да еще договорились подключиться к сотрудничеству Мозамбик. А что дает это для обычных белорусов, нас с вами, тебе, зритель? В конечном итоге это поступление в бюджет, условно говоря, новые скорые в Каменце, детские сады в Костюковичах и парки в Минске. Еще один момент – важность международного позицирования. Где те, кто так громко кричал о нерукопожатости лидера Беларуси? Во-первых, это точно не показатель президентской деятельности. Именно за суверенную позицию Минска Александр Лукашенко не раз подвергался гонениям. Те, с кем не здоровается наш президент, жмут руку Зеленскому, а в это время гибнут украинцы. Нам таких рукопожатий точно не надо. Если проще, цена наших рукопожатий – рост товарооборота, цена рукопожатий соседей, рост погибших в украинском конфликте. Здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата, но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат, на нашей планете. Так что стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Коллективный Запад продолжает испытывать биологическое оружие, разрабатывать климатическое, а страдают все. Вся зеленая повестка от западного истеблишмента – это очередной инструмент давления на обычный мир глобального большинства. Попытка минимизировать популяцию, что говорить, если даже своим читателям британские таблоиды внушали, что производство детских подгузников наносит больший вред экологии, чем выпуск кошачьих туалетов. Смысл понятен. Вместо детей заводите домашних питомцев. Получается какой-то демографический квадробинг. А все эти конфликты восточнее западного Буга – не есть ли борьба по лекалам западных стратегов с изменениями климата, состоящие в минимизации численности планеты за счет территории джунглей. А может, все-таки не количество людей надо сокращать, меняя ориентиры от гендерных до политических, а войны сводить к минимуму, чтобы перестать пачкать планету, да и невзначай после ядерного обмена не поменять полюса Земли. Мегаполисы разрастаются, а размеры семьи сжимаются на глазах. В этом процессе и эспрессованы все изменения климата и сознания человека. Мы часть природы, единый организм, поэтому природа реагирует на наше поведение. Не могут озера и реки быть чистыми, если человек становится хуже, злее, коварнее, лицемернее. Откровенно говорить об этом способны лишь сильные личности, ответственны за свою страну и, получается, за всю планету. Первое. Климат изменился – это данность, поэтому первостепенная задача – перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, новая, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. А пока чрезмерную эксплуатацию природного великолепия в Европе сглаживает Беларусь. Мы не только сердце континента, но и его легкие. Болота белорусского полесья питают чистым воздухом жители Германии и Франции. Их промышленные хабы загрязняют, а мы очищаем. Наши топи – это легкие Европы, а леса – доноры чистого воздуха. Может, пора полотить за это, господа капиталисты? Хотя бы ущерб возмести транснациональному нацпарку в 20 миллионов долларов? Не? Европейские политики городят новые заборы, чистоколы, стены. Варшавским властям одной колючки мало, так еще укрепляют свои границы новой полосой милитаризации. Их стена через реликтовый лес континента прошла словно как нож через сердце Беловежской пущи и уничтожает сотни животных. А очередная гонка вооружений затеяна Польшей – это инвестиции парниковых выбросов в общую атмосферу. Лицемерие, амбиции и желание затереть проблемы в стране через создание вымышленного врага. Дуду неповторимым политиком не назовешь отнюдь. И с года в год он повторяет сам себя. И снова он отказался от участия в общей фотографии в связи с присутствием там президента Беларуси. Если бы не сам он об этом раструбил, про свой прогул церемонии совместного фотографирования, то и никто бы так и не заметил. Вот такой он, незаметный управленец из Польши. Я там стоял, подошел пакистанский премьер, там многие подошли, спасибо, поздоровались, с уважением, я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, что он не пошел туда. И он начал, Эйсмонт рассказал, и всем пиарится, начал, что я не пошел нафотографироваться. Ну и не ходи, господи, кто тебя там ждал? Вот это европейцы. Все больше Польши напоминает Францию и Наполеона. Правда, старая Европа не собирается за Польшей идти. Все больше польские власти ведут себя, как немецкие штурмовики. Правда, Польшу никто не унижал. Выходит такая гиена на привязи. А мировые лидеры, озабоченные климатической повесткой, они предлагают сокращать выбросы и техногенное влияние. При этом свои города превращают в каменные джунгли. Они говорят, а мы делаем. Создаем благоприятную среду. И снова тон задает президент. Помните эту фразу первого? Природа – это воплощение Бога. А еще природа – это отражение человека. Какие мы, такая и окружающая среда. Белорусы, получается, хороши. Главное – это парк. Это парк давний, для народа. Народный парк. Да, народный парк. Хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Ну, думаю, что в Минске умеют делать. В Беларуси 10% территории – это особо охраняемые природные места. Синоним Беларуси – чистота и экологичность. Это не только про улицы и проспекты. Это про вид сверху. Вот она, зеленая повестка. Со стороны виднее. Наша страна становится все привлекательнее для жизни людей из разных уголков мира. Чем больше узнают, тем больше стремятся попасть в нашу страну. В принципе, ради прибыли можно разделить на участки и застроить город, в который стремятся переехать и россияне, и европейцы. Но наш президент не менеджер, чтобы торговать страной, а по-отечески создает гармоничную среду обитания. Быть Минску самым дружественным, гордым для людей и природы – это решение и четкая позиция первого. По-отечески президент всегда старается поговорить с молодежью. Вживую, а не через окно в мир, гаджеты. Поэтому выходит искренно. Задача первого – зажечь и спортсменов, и студентов, хотя бы для того, чтобы мы обходились без легионеров в разных отраслях жизни. Что называется сами. Смотрите, чтобы мы с Африки не привозили сюда спортсменов. Если не будете играть с Николаем Николаевичем в командировку, там они просятся в Беларусь. Вот один-два побывали у нас, возьмите нас и все. Очень деньги хорошие. Да, тихо, спокойно, уважают. Народ хороший. Ну, я шепчу, чтобы наши играли. Ну, если не будут играть, что делать? Так запросто с президентом студотрядовцы или молодые дружинники, спортсмены, зрители дожиночного концерта или прохожие могут поговорить в какой еще стране. Причем по-свойски. Лукашенко интересен не только статусом, своим вкладом. Теперь он историческая личность. В условиях цейтнота эфирного времени теплоту и искренность речь сложно передать. Надо об этом диалоге Лукашенко молодежь отдельную программу готовить. Свой президент. А для кого он старается? Для молодежи. Опоры той страны, которая уже создана. Высокоскоростной интернет еще обеспечат на каждом хуторе. Образцовые немецкие автобамы и варшавские аттракционы повторили. Райцентры и агрогородки дошлифуют. Но у нас есть уникальная ценность. Неповторимая белорусская природа. Есть центры мира, которые портят и геополитический климат, и обычный. А Минск делает погоду. Есть в мире места и люди, которые бесценны.